Исторические локации Ленд-Арт в урочище Сагайдачного. По горячим следам фестиваля, состоявшегося на прошлой неделе, в галерее современного искусства «Баранник» выставили фото и инсталляции. На ее открытии побывала наша съемочная группа. Старый пень, куски ржавой арматуры, деревянные кубики и керамическая чайка. Это авторская реплика объекта, который Александр Шкаликов создал во время Ленд-Арт-фестиваля. Здесь одновременно намек на кубизм и конструктивизм соцгорода, флору и фауну Днепровских порогов. Собственно, чайки могут стать даже символом города Запорожье. У каждого города есть какая-то своя фишка. У какого-то города есть у родства, по-моему, гномики маленькие, а у нас можно было бы чайки. Потому что чайки над нами летают, рядом с нами Днепр. Где-то так, один из символов. Свобода, птицы и так дальше. А цветы кубические – это наша попытка расти вверх, становиться более культурными, что ли. За 9 лет существования фестиваль Ленд-Арт-Хортица успел стать одним из главных культурных событий для художников, работающих в этом направлении и, собственно, горожан. Всего в Украине сейчас 5 подобных фестивалей. Запорожский каждый раз меняет локации. В этом году в урочище Сагайдачного фестиваль приобрел историческую составляющую. В районе улицы Скальной когда-то была каменоломня. Воду активно использовали, каменные активно использовали. Это была специфика этого фестиваля. Ну и, естественно, мы в эти дни открыли музей каменоломни. Это собранные образцы обработанного гранита, любимого у нас из бута. Строится все. И заборы. И вот когда-то строились булыжные мостовые, церкви на вознесенке. Это все из этих каменоломни брали камень. Сделать что-то на ленд-арте могли не только художники, но и просто каждый желающий. Можно было вот так стрелять из луков стрелами с краской, прыгать разноцветными человечками, разрисовать дорожку на пирсе или погрузиться в воду с камнем в руках. Получилась общая картина. То есть это в этом смысле, это вообще такой очень удачный проект, когда люди объединяются и становятся более активны по поводу какого-то действия, какого-то художественного акта в данном случае по поводу того, что все рисовали картину. Она получилась очень такая абстрактная, очень яркая, очень интересная. И она еще, причем, как бы, играла со сцены. Это было тоже такое интересное. Акты, причем, всем это понравилось. Все как бы поняли, вот для чего они пришли. Ленд-арт – это первая часть проекта «Исторические локации». Горожан ждут еще три локации фестиваля. 21 марта – «Круглый дом», «Независимые Украины-31». Поговорят о конструктивизме. 4 июня на улице Штурмовой о затопленном немецком городе Слаге и 18-го на Парковой о бульваре искусств. Кроме диалогов о прошлом и будущем, жители локации ожидают различные воркшопы и совместный творческий отдых.